Находясь в Ташкенте, я не мог не посетить место, связанное с жизнью своего любимого отца, первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Ахаджи Кадырова. Одним из первых мест, куда мы приехали с нашей делегацией, стал массив Купча и кладбище, шейх Зимандин. Здесь похоронен уважаемый наставник Ахмад Ахаджи и близкий друг нашей семьи, ректор Ташкентского Исландского института имени имама Аль-Бухари шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Он был для моего отца очень дорогим человеком, которого безмерно уважал. После мы посетили религиозно-исторический комплекс Хазратий Имам, на территории которого находится Медресу Муим и Барак. В нем нам показали одну из самых важных ценностей мусульман – оригинал Корана в виде книги, собранной по приказу зятя пророка Мухаммада, третьего праведного халифа Усмана Ибн Афана, обогренной его кровью. Усман был убит во время чтения этого Корана. Коран был в виде написан в костях животных, папирусах, камнях. Только в VII веке, по приказу третьего праведного халифа Усмана, все вот это было собрано и приведено в вид книги. И эта книга у нас хранится здесь. Мы были рады вас встречать, будем всегда рады. Мы также посетили строящийся по инициативе дорогого брата, президента Узбекистана Шавката Мирвилёева, комплекс – центр исламской цивилизации. Планируется, что в зале под куполом высотой 63 метра будет помещена на хранение реликвия мусульман мира – Коран Усмана. В офисе нам показали презентацию будущего грандиозного объекта. Я выразил надежду на то, что новый центр мы откроем вместе. Раньше я знал о Ташкенте со слов Ахмата Хаджи. Теперь каждый раз, когда бываю в этом прекрасном городе, я посещаю эти исторические и религиозные места, как когда-то это делал и мой любимый отец. Здесь буквально все мне напоминает о нем и очень мне дорого. Узбекистан навсегда в моем сердце. Надеюсь, что вместе будем открывать.